здравствуйте доброе утро всем кто просыпается вместе с нами сегодня 21 июня лето да еще и пятница чем не повод для хорошего настроения особенно если погода за окном хорошие ну есть чем охладиться в жару там где очень жарко это у нас лето а в аргентине климатическая зима и началась она с проблем вызванных снегопадов на границе щели застряли 1600 грузовиков с продуктами неделю стоят в сугробах и нет даже прогноза когда перевал откроет поскольку многие везут еду предметы первой необходимости это может привести к перебоям с продовольствием в некоторых регионах водители власти надеются что к выходным трассу все-таки удастся расчистить но у нас свои экстремальные погодные испытания которые поможет если не преодолеть то предупредит о них ведущий специалист центра фобоса вадим заводченко здравствуйте шторма бури ливни смерть и грозы буря они уже по крайней мере на русской равнине завершаются атмосферный фронт который вот устроил эту небольшую встряску погодную на русской равнине он выходные будет располагаться на урале при этом постепенно теряет свои силы то есть степень разгула стихий здесь будет уже несколько слабее давайте я пойду расскажу в южных регионах россии выходные будет преобладать солнечная погода и только над кавказом могут появиться очаги мощной облачности несущие с собой ливни и грозы в такой ситуации воздух станет хорошо прогреваться внизу их волги и дона до плюс 27 32 в крыму и на кубани до 32 37 хорошо прогрелось и черное море у побережья кавказа до 24 27 градусов в крыму до 22 25 а на азовском побережье и до 28 градусов на средней волге ожидается неустойчивая погода грозовые дожди подпортят все выходные и вместе с этим сюда станут поступать более прохладные воздушные массы и к воскресенью дневная температура понизится до плюс 22 27 градусов на северо-западе россии сформируется антициклом поэтому здесь небольшие ливни возможны только местами дневная температура на юге региона плюс 18 23 на крайнем севере до плюс 8 13 в центральной россии тоже будет солнечной и лишь воскресенье местами возможны грозовые дожди дневная температура в рамках климата после полудня плюс 20 25 холодный атмосферный фронт основательно подпортит погоду на урале здесь дожди местами с грозами и порывистыми усилениями ветра в такой ситуации воздух станет остывать и воскресенье днем до плюс 22 27 а на юге сибири грозовые дожди возможны только местами и не помешают солнцу хорошо прогревать воздух в результате в полуденные часы столбики термометров покажут плюс 25 30 а местами они могут подняться еще на 2-3 градуса выше на юге дальнего востока тоже местами возможны дожди самая высокая вероятность осадков на побережье японского моря дневная температура в преамурия плюс 20 25 на побережье японского моря до плюс 11 16 не всем повезет оказаться на черноморском побережье кому не повезет как в реках купаться озерах пруда но если говорить о реках русской равнины то вода тоже неплохо прогревается в среднем около 18 местами до 20 градусов то есть это температура вполне комфортная для окупания а вот слава вы спрашивали про плечеево озеро она понимаете уникальна она достаточно мелкой поэтому прогревается ничуть не хуже чем черное море то есть в плечеевом озере 23 24 градуса это вам рассказал об этом настоящий знаток побережье плещево озеро но спасибо вадим будем ориентироваться на ваш прогноз а погоде нам рассказал ведущий специалист центра фобос вадим за очень воде на завтра вам расскажу я евгения неронская главными ньюсмейкерами снова выступают циклона на дальнем востоке атмосферный фронт гремит и у побережья приморья там весь день будет идти дождь с временами очень сильно температура продолжит понижаться дожди продолжатся на побережье чукотки и во внутренних районах камчатки меньше осадков станет лишь магаданской области еще один очаг непогоды в бурятии в забайкале там ливни грозы очень ветрено а вот амурской области и югу хабаровского края на этот раз погодой повезет там солнечное тепло в иркутской области погода тоже постепенно налаживается в субботу уже практически без осадков ждем рост температуры пока в иркутске плюс 23 а в новосибирской томской кемеровской областях и на алтай уже 30 35 осадки возможны но очень локально но на урал уже подходит атмосферный фронт из по волжье с грозами с градом с паровистым ветром он пройдется по пермскому краю свердловской области и башкирии но и внизу вих волги погода пока сложная сильные дожди с грозами в астраханской волгоградской саратовской самарской областях и в татарстане температура падает например в астрахани похолодает сразу градусов на 10 но ближе к черному морю погода придерживается курортных показателей здесь тянется гребень антициклона он расчистит небо над крымом краснодарским краем кратковременные грозовые ливни возможно лишь в предгорьях кавказа солнечно будет и по всей западной половине европейской территории псковской новгородской областях воздух стабильно прогревается до 22 23 градусов небольшие дожди пройдут местами на севере в карелии а также в районах близких к мурманской области и на берегах балтики в калининграде там кружит локальный циклон но температура пока та же а вот в петербурге обойдется без осадков днем 20 22 москве 22 24 и тоже без дождей сущный вопрос что с выходными видимо на тепло надеяться особо не приходится судя по тому как столицу заливало последние пару дней да уж и такой невероятной ценой наш июнь вышел на первое место по осадкам за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в москве не было такого мокрого июня больше чем в два раза превышена нормой ведь месяц еще не закончился у него есть шансы чуть ли не в три раза норма превысить ну а сегодня и завтра в центре затишье но все-таки она уже не перед бурей просто распогодилась вместе с ростом атмосферного давления так и на северо-западе в черноземье без жары нормальный июньский фон температуры от плюс 19 в Иваново до 25 в Воронеже ну а сильнейшие дожди с грозами и штормовым ветром теперь в Тамбовской пензенской областях на Волге от Казани до Волгограда частично Кировской области Удмуртия завтра все это больше уйдет в левобережье и говорим о понижении температуры на 5 а то и на 10 градусов даже в Астрахани завтра не выше 26 и по югу Кубань Крым Ставрополье плюс 25 30 пока не выше без осадков локальные ливни возможны в предгорьях и горах Кавказа температура морской воды в районе Сочи плюс 25 в Крыму 22 23 и немного про осень причем про пасмурную дождливую то есть про наши северные районы там осень не только по сравнению сочин но и объективно температура отстает от июньской на 5 на 8 градусов в Мурманске завтра плюс 8 да и в Архангельске всего 11 в Петербурге завтра плюс 21 без осадков в Москве максимум 23 тоже без осадков воскресенье в начале следующей недели дожди уже возможны но относительно спокойные правда теперь спокойными будут казаться все после вчерашнего спасибо в столичном регионе продолжают ликвидировать последствия 10-ти бального шторма Эдгар который накануне обрушился на Москву и Подмосковье коммунальщики сейчас распиливают и вывозят поломанные деревья по всему региону их упало более полутора тысяч повреждения получили свыше 500 автомобилей ураган скорость которого временами достигала 25 метров в секунду срывал плохо закрепленные конструкции и обшивку фасадов в некоторых районах видели смерчи по информации областного МЧС из-за непогоды энергоснабжение было отключено в 16 округах в Москве в результате разгулы стихии погибли два человека 18 госпитализированы еще семеро пострадали в Подмосковье после вчерашних ливней уже нет никаких сомнений что этот июнь войдет в историю метеонаблюдений как самый дождливый абсолютный рекорд далекого 1942 года перекрыт более чем на 4 миллиметра и месяц-то еще не закончился нашей студии Виктория Черникова Виктория здравствуйте надеемся что если дожди и будут то уже не такие сильные как вот накануне да период сокрушительных ливней к счастью закончился подмосковная погода становится более спокойной не жаркой но достаточно теплой а завтра Московской области вообще обойдется без осадков и днем от 20 градусов в северных районах до 24 восточных и южных в Москве предстоящей ночью 11.13 субботним днем 22.24 такая температура всего лишь на полградуса ниже нормы главное что осадков не будет и днем солнечно в воскресенье ночью еще мало облачно в дневные часы облаков прибавится и местами возможно небольшие дожди может и прогреметь гроза но все это уже мало будет напоминать о былом ненасти и пока в перспективе такие же спокойные в меру теплые дни с небольшими дождями спасибо о погоде рассказала Виктория Черникова при поддержке фонда